Началось оперативное совещание с приятного момента. Вице-глава района Алексей Кондоранцев вручал муниципальные и областные знаки отличия. Среди прочих наградами были отмечены депутат районного совета Вячеслав Киреев, заместитель руководителя районной администрации Сергей Киселев и председатель совета ветеранов района Николай Якушев. Подводя итог минувшей избирательной кампании, Марина Шибанова отметила достойный процент явки избирателей. Также она озвучила места, занятые всеми кандидатами, баллотировавшимися в местный совет, и номера избирательных участков с наибольшей и наименьшей явкой. Совет депутатов обновился на 45% или 9 депутатов. 11 депутатов переизбраны на новый срок. Совет депутатов на 80% состоит из членов и сторонников партии «Единой России», на 10% из сторонников КПРФ, на 5% члены «Справедливой России» и 5% члены партии «Правое дело». Средний возраст депутатов в Совете депутатов составляет 48 лет. Причем в этот раз были избраны два депутата в возрасте до 30 лет и один депутат в возрасте до 40 лет. И что особо приятно, в новый состав Совета депутатов вошли 4 женщины. Анализируя ход всероссийской переписи населения, Нина Прослова сообщила, что на сегодня переписано уже более половины жителей нашего района. Нина Ивановна подчеркнула, что главные трудности еще впереди, поскольку участие в переписи приняли наиболее активные люди. Оставшиеся 50% либо не желают быть учтенными, либо не придают этому серьезного значения. По городским населенным пунктам переписано 86 999 человек, это 48,5%. По сельским населенным пунктам 46 946 человек, 53,5%. Для сравнения, в области процент переписанных составляет 44,7%. Из общего количества переписанных лиц на стационарных участках переписалось 11 745 человек, что составляет 8,7%. На помощь переписчикам уже в пятницу практически в полном составе должны прийти сотрудники районной администрации. 23 суббота и 24 воскресенье также для всех сотрудников администрации объявлены рабочими днями. Все сотрудники аппарата администрации Одинцовского района будут задействованы в проведении переписи населения в городе Одинцова и в некоторых сельских администрациях, где наиболее низкие показатели и темпы проведения переписи. Режим работы сотрудников соответствует режиму работы переписного участка. Это с 8 утра и до 9 вечера. Также в ходе совещания участникам был представлен новый начальник управления здравоохранения района. Руководить районным Минздравом будет кандидат медицинских наук Лариса Сизякова. Петр Горохов, Дмитрий Цибулевский, телекомпания Одинцова.